всем привет меня зовут татьяна вы на канале татьяна стич это канал о вышивке и рукоделие я начинаю многосерийный сериал на своем канале посвященный всем моим начатым процессом я каждое видео буду показывать 5 своих начатых процессов буду с вами делиться впечатлениями об этих процессах о том как идет работа также подводить какую-то статистику на сегодняшний момент до было начато сколько еще вышивать может быть делиться какими-то своими планами по этим своим процессам будет интересно а в конце видео я буду устраивать голосование и прошу вас поучаствовать и выбрать один из этих пяти процессах которые бы вы хотели чтобы я повышевала и я на выбранном вами процессе буду вышивать минимум две тысячи крестиков может быть даже до 5000 крестиков все будет зависеть от сложности процесса я могу пообещать что я буду стремиться к цифре пять тысяч но такой минимальный рубеж и себе тоже оставляю и надеюсь что вы меня в этом не осудите если я вместо пяти буду вышивать две тысячи допустим какие-то процессы без кростич саги по бумажной схеме не реально будет вышивать достаточно долго 5000 крестиков поэтому таких процессах я буду вышивать около двух тысяч каждый процесс я буду нумеровать у меня есть мой вышивальный дневник в котором записаны все мои процессы которые я планировала вышивать в этом году также в этом году я что-то уже начинала и у меня есть еще процессы которые тут не записаны буду подводить полный учет и статистику начиная свой сериал по своим начатышам и давайте все это превратим в игру очень надеюсь на вашу поддержку тот же самый день когда я буду выставлять видео своего сериала о всех своих начатых процессов на своем канале в сообществе я буду устраивать голосование и там можно будет проголосовать за один из этих пяти процессов голосование будет длиться около одной недели те кто по каким-то причинам не может участвовать в таком голосовании я вас приглашаю в комментарии внизу конечно по большей части я буду учитывать все-таки результаты официального ютюбного голосования но комментарии ваши тоже возьму за внимание также приглашаю вас поделиться какие из этих процессов которые я показываю вам в этой серии вам понравились что вам интересно мне будет очень приятно и любопытно почитать ну все начинаем мой сериал поехали в первой серии сериала под названием мои начатыши я хочу показать вам вот какие процессы конечно хочется начать с процесса который на данный момент буквально сегодня я вышивала и как озарение ко мне снизошла эта идея как я хочу поиграться со своими процессами и как я хочу вам это все преподнести и также приглашаю вас поучаствовать в этой моей игре и задумки мне лично очень эта идея нравится даже если один из моих подписчиков поучаствует в такой игре мне будет это достаточно потому что значит тот процесс который этот человек выберет значит и будет участвовать в моем таком отшиве который будет как я уже говорила минимум из двух тысяч крестиков и для меня это достаточно большая цифра потому что моя такая средняя скорость около 500 тысяч крестиков полукрестиков в день в какие-то даже будние дни мне получается либо вообще не вышивать но это редко иногда даже по 300 крестиков еле-еле но на выходных и по тысячи бывает потому что я в обед могу повышевать потом перед сном чуть могу засидеться поэтому вот с такой скоростью для меня даже цифра 2000 она как минимум может растянуться больше половины недели я считаю лично для себя эту цифру достаточно комфортной это даже такой минимальный ну не минимальный такой своеобразный вызов для моего рукоделия так как я каждый день люблю менять свои процессы но я почему-то вот мне в последнее время захотелось все систематизировать и перейти на какую-то такую размеренность в своем рукоделии и посмотрим что из этого выйдет конечно ничего такого прям страшного не случится если я отойду от своих планов я с вами поделюсь почему и что и что дальше будет но по крайней мере начинаем а сейчас я вам начинаю рассказывать о процессе это мой ростомер который тоже является метрикой для этого процесса у меня посмотрите вот такая вот отдельная коробочка в этой коробке хранится почти все что мне нужно для этого ростомера в ростомере в центре ростомера то есть это будет такая длинная полоска под два метра длина моего ростомера как-то давным-давно мы с мужем с мужем разговаривали я изначально отмерила ткань полтора метра на этот ростомер потому что все ростомеры которые я видела они обычно по полтора метра при этом он когда это увидел он так удивился и говорит а что это у нас разве карлик будет нет нам обязательно нужен как минимум два метра ростомер я ему объяснила что в принципе ну как ты себе представляешь 18-летнего парня который встает около ростомера и мама с папой на стуле там это отмеряют ему ростами на ростомере какой высоты но я так представила что в нашем таком воображении это именно так и будет происходить посмотрим конечно что из-за этого из этого получится но ростомер мне пришлось переделать из полутора метров в два метра давайте сейчас я пока отложу этот процесс будет достаточно такой до долго я вам буду о нем рассказывать вот эта ткань это как раз ткань на мой ростомер вот то есть это получается по ширине здесь около может 27 сантиметров я уже вот так вот обработала края я пока не уверена что эти края у меня так и останутся здесь я зигзагом буквально в один миллиметр мелким таким зигзагом прошла вот сейчас я вам показываю кстати вниз а нет это вверх а нет 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 это это правильно это низ то есть здесь я оставила такое зазор в этот зазор будет вставляться такой очень тяжелый стальной такая стальная проволока или палка только для того чтобы создать такое утяжеление снизу чтобы этот ростомер висел очень ровно и так как я вам только что сказала что изначально я отмерила полтора метра мне пришлось мой ростомер удлинить по просьбе своего мужа и удлинила я его вот такими вот добавками с двух сторон то есть снизу и сверху я добавила такие вот два кусочка смотрите здесь у меня тоже так же идет это бахрома очень мне кажется нормально это все смотрится пока по крайней мере так я я не знаю может быть как-то края этого ростомера я буду потом обрабатывать по-другому но сейчас меня это все устраивает в принципе на этом этапе я все это собрала для того чтобы уже начинать какие-то элементы своего ростомера пришивать и даже что-то вышивать уже посмотрите я выбрала такую синтетическую основу то есть это синтетическая равномерка на обратной стороне флизелин это одна из моих таких любимых основ так как у меня мальчик я решила выбрать такие достаточно ну не скажу нейтральные цвета но не очень яркие поэтому мне показалось что вот такая вот интересно шоколадно серая основа потому что видите там такие вкрапления темной серой еще темно-серых ниточек есть не показалось что будет достаточно хорошо смотреться и на этой равномерке я тоже буду вышивать вот вы видите что данный момент я уже начала вышивать то есть это при рождении моего сына когда он родился что это рождение сколько он был сантиметров потом все в футах потому что в америке здесь все это измеряется в футах потом в процентах здесь я пишу здесь в америке тоже они учитывают цифру то это называется порсентайл то есть сравнение со всеми другими детьми детьми или людьми то есть в процентном соотношении то есть он находится допустим 50 процентайл и такая золотая середина если один процентайл это значит что в однирки самых низких 99 процентайл это значит в однирки самых высоких то есть они очень много каких-то параметров здесь в америке так преподносит допустим тесты которые мы сдаем поэтому я решила особенно что касается таких цифр до двух лет я буду прям все это указывает ну а потом уже там три четыре пять лет в принципе это уже будет не настолько как бы важно интересно может быть и я уже какие-то из этих параметров буду уже не учитывать ну а на данный момент да это рост в сантиметрах рост в футах для меня как для русскоговорящей конечно на русском это намного важнее но в футах я тоже здесь решила указать потому что все-таки сын мой родился в америке он американец и поэтому я так думаю что что как минимум так как этот ростомер я вышиваю в надежде на то что он останется поколением останется в его семье что для американского для американцев эта цифра конечно тоже достаточно важно здесь его вес с которым он родился тоже в паундах его вес и тоже посинтайл что касается паундах дальше я уже посмотрите то есть каждый наш визит к врачу мы ходи но не ходили к врачу мы в принципе я ржала в больнице поэтому замеры все нам предоставили в четыре месяца мы ходили то есть не в не в два не в три то есть я смогла только в четыре месяца пойти потом в семь месяцев и вот все месяцев кстати я еще не дошила ну и дальше в зависимости а потом у нас в год а потом я ходила в полтора года и вот мы сейчас скоро пойдем уже нам будет два года но нам через два месяца будет два года но я думаю к врачу мы пойдем немного раньше но в этом случае я напишу допустим не 24 месяца допустим 23 месяца может быть как так напишу но потом уже начну с цифры там три года четыре года пять лет и как-то так вот вот такая вот задумка что касается моих отметок то есть они будут выглядеть именно так мне очень нравится это сочетание то есть тоже не яркие цвета но они такие пацанячие я пыталась так чтобы так как я люблю яркость но я пыталась и не переборщить и что-то так выбрать что мне кажется могло подойти для моего сына то есть на этой равномерке это моя такая база на которой все будет пришита вышита на ней все будет крепиться то есть это основная база но для меня было важно чтобы на этой базе я тоже могла вышивать потому что вот такие вот цифры какие-то надписи однозначно я хотела вышивать вот на этой основе все остальные части моего ростомера они будут пришиваться как аппликации на вот эту базу у меня так вот такая основа она есть разных цветов и и я тоже вот именно для этого растомера пыталась так подобрать цвета которые хорошо будут сочетаться вот с этим коричневым цветом вот это вот метрика которую я в данный момент сейчас начала опять вышивать изначально я вышила вот этого зебрёныша и немного вышивала здесь вниз потом вот эту рамку она здесь еще не дошито и сейчас уже на данный момент я приступила вышивать здесь будет жирафенок зебрёныш у меня вышит полностью вместе с бэкстичем здесь пока только отшиваются крестики здесь будет надпись такое такая красивая фраза и и я тоже буду вышивать на английском языке ну а здесь будут все параметры моего сына во время рождения хотя как таковые параметры я то уже тут вышила но что-то естественно повторю здесь потому что в принципе это и есть метрика моего сына мне очень мне безумно нравится это сочетание вот просто безумно безумно мне безумно нравится моя идея потому что мне нравится что это будет аппликация это будет сочетание разных цветов канвы одна ростомер при ней метрика будет в виде аппликации аккуратно накладываться и пришиваться на вот эту базу на этой же базе и кстати метрика будет находиться в центре в центре этого ростомера то есть вот на уровне одного метра будет эта метрика приблизительно это будет где-то вот здесь так же посмотрите кстати так как мы заговорили с вами о метрике метрику я вышиваю из вот такого буклета это стони крик книга 508 посмотрите это protected babies то есть защищенные детеныши то есть как я понимаю это защищенные животные и их именно детеныши вот такая вот метрика у меня будет здесь классные классные тоже детеныши других животных вот такого зебрёнка я вышила вот она жирафенок тоже где-то здесь это его зеркальное зеркальное его отражение но с этим я пока ничего не буду делать на данный момент я не планирую вышивать такое одеяло кстати вот посмотрите именно такой афган блэнкет то есть такое одеяло можно уже купить и на этом одеяле можно вышивать я смотрела она стоит мне кажется около 40 долларов по крайней мере тогда она стоила и на нем уже можно вышивать она очень красиво сделано но из натурального хлопка и мне кажется классная идея но я решила что по крайней мере пока мне такое не надо но в принципе сын уже растет может быть уже не понадобится может быть для каких-то других целей я буду использовать эти этих детенышей но пока меня интересует именно вот такой вот ростомер посмотрите какой он классный здесь как я вам говорила будут все параметры моего сына красивая красивая фраза ребенок это очень особенный подарок который наполняет каждое сердце любовью ну как можно с этим не согласиться естественно это так и есть так я вышиваю вот здесь на схемы я прям не отмечают посмотрите у меня иголочки я прям эту схему а прикрепляю на свою раму посмотрите я вот так вот на кьюс на по эту работу натянула и вот буквально сегодня вышивала ниточки мои организованы вот так то есть здесь все мои цифры и какие-то значки которые в схеме и и вот здесь вот у меня есть магнит здесь тоже магнит и на этот магнит и я паркую иголочки и допустим вот из этой дырочки я завожу иголочку и к этому магниту она примагничивается допустим если мне надо вышивать такой треугольник я вижу что из этого треугольника у меня выходит ниточка я за нее вот так вот так 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 тяну и она у меня выходит но я начинаю вышивать и когда заканчиваю обратно вставляю в эту дырочку вот такая у меня организация получилась она очень простая и может быть даже не особо красивая потому что я все-таки надеюсь если я возьму за этот процесс я его должна очень быстро вышить и не хотелось мне как-то более громоздко организовывать и все-таки для этого процесса однозначно надо много не иголок то есть невозможно этот процесс вышит одной иголкой как я обычно вышиваю потому что вот допустим каждая вот это пятнышко который я сейчас вышиваю на жирафенки вот это одно пятно состоит из трех цветов дальше у меня между этими пятнами один цвет здесь другой цвет здесь еще третий цвет в общем все это вышивается конечно даже вот здесь вот белый цвет вот вы думаете он здесь только белый нет здесь три разных оттенка может быть из-за того что выбрала такую основу нету такого контраста с этим белым цветом но для меня это неважно мне все равно очень нравится результат и мне очень нравится эта основа и мне очень нравится это сочетание вот этой основы этой метрики с этим ростомером поэтому все будет именно так сейчас я обратно вот так вот я обычно вложу ниточки вот так вот прям приминаю приминаю и в виде она мне все хранится кстати я вам давайте покажу вот так вот будет выглядеть вверх моего ростомера я уже вышила вот такие вот у меня будут подвеса их три вот такие вот подвесы и они будут висеть на такой деревянной уже подвеске которые у меня есть но она хранится в другом месте и сейчас я вам ее показывать не буду когда уже постепенно будет мой ростомер продвигаться оформляться я буду вам все это показывать потом допустим сейчас у меня по крайней мере идея такая есть что эти подвес то есть эти петли я буду заворачивать и я буду их не пришивать а прикалывать булавками я собираюсь на найти такие красивые булавки желательно с какими-то может быть машинками я пока ничего не нашла но мне хочется такие вот металлические булавки с красивыми как бы могу даже сказать брошками виде машинок и еще даже совсем идеально было бы если цветок вая гамма сочеталась как-то с моим ростомером ничего не нашла но буду искать с другой стороны думала даже может быть сюда приколоть булавки с какими-то жуками допустим божьими коровками или жуками с коробеями потому что любой знак божьих коровок жук с коробей это знак мудрости божья коровка это тоже такая защита благословения то есть с этого посыла мне за конечно захотелось именно такие красивые небольшие брошки использовать здесь но опять же надо подобрать хорошо цветовую гамму у меня какие-то брошки есть но сейчас то есть вот этот момент пока так обдумывается но у меня есть несколько идей опять же сейчас я ничего этого не делаю потому что вот когда меня осенит именно так я и решу продолжаю вам показывать дальше что мне содержится в этой коробочке так кстати должна вас предупредить что хотя я собираюсь в каждой серии показывать всего по пять процессов но это будет очень длинные серии то есть это как минимум будет на час такие видео потому что я вам когда-то уже говорила что когда начну показывать свои процессы именно поэтому я решила что это будет многосерийный сериал потому что я не хочу никуда спешить я хочу с вами болтать и прям вот выговориться с вами о каждом своем процессе то есть вот показать от начала до конца поделиться своими всеми мыслями по каждому процессу конечно какие-то серии будут покороче потому что у меня есть много наборов джойсанды я там не особо много смогу с вами поговорить но вот в таком процессе он очень индивидуальный он особенный и он для меня очень дорог я могу говорить бесконечно поэтому продолжим здесь у меня ниточки для процесса который я уже вышла этот процесс он тоже будет частью моего ростомера сейчас я вам он скорее всего там внизу посмотрите здесь я также в этой коробочке храню все важные для именно моих воспоминаний связанных с моим сыном каких-то событий здесь вот это вот это полотенце и шапочка и рубаха в которой мы крестили моего сына соответственно однозначно я все это сохранила здесь также крестик так интересно потому что маленькому ребенку не надо нельзя было вешать никаких веревочек потому что это опасно вот нам дали такую сиреневую ниточку скорее всего сиреневую я выбрала нам дали на выбор розовую сиреневую ну вот я выбрала сиреневую это крестик сын мы сейчас крестики не носят потому что опять же он очень маленький не хочу чтобы на его шее ничего висела потому что он очень интересуется всем что висит на моей шее на шее мужа на моих ушах поэтому естественно на данный момент это очень опасно но я не знаю будет ли он носить этот крестик когда вырастет но если он не будет то этот крестик крестик я однозначно для него сохраню кстати ростомер который я делаю это не просто ростомер который будет мне давать какую-то информацию о цифрах о весе росте это будет еще такое место где будут храниться очень очень важные в жизни моего сына какие-то такие вещи естественно крестик и то в чем его крестили это очень важно куда же я а кстати я вот вам говорила что подвеска у меня есть и что сейчас у меня нету ее я вам ее потом покажу это потом наступила я вам ее показываю вот такая вот у меня деревянная классная подвеска у меня их 2 потому что я их купила это как части это как ручки для сумки но посмотрите они классно прямо не классно подходят для как раз таки такой солидной очень серьезной это дерево красиво прокрашена вот это мой самый любимый деревянный цвет то есть такая морилка и все так отшлифована ну вот просто классно то есть вот это будет то на чем мой ростомер будет висеть а ниточки которые я вам только что показывала и говорила что это уже вышитый процесс это вот такие вот собачки их четыре штуки я вышивала тоже видите на голубой канве канве абсолютно канва абсолютно такого же качества как и вот эта база и такого же качества как и канва на которой я вышиваю метрику но она голубого цвета красивого голубого цвета и у меня таких собачек вышито 4 эти собачки эти собачки да я вышивала на получается через два переплетения нити и здесь получается что это десятый каунт то есть одно переплетение нити это двадцатый каунт в этой ткани для вышивки получается а через две пропели два переплетения это одиннадцатый вернее десятый каунт я вышивала это в три нити красивые простые сюжеты классный я кстати вышивала их очень долго давайте вам покажу у меня есть вот такой вот дневник в этом дневнике я то есть это мой самый первый рукодельный дневник я его заводила с такой идеей что когда я начинаю какой-то процесс я здесь буду писать название и начало и когда я закончу этот процесс я вот такую вот картинку буду приклеивать сюда или сюда а здесь писать все параметры об этом процессе как вышивалась когда вышивалась сколько почему сколько купила какие-то мысли по поводу и этого процесса но вы посмотрите этот дневник у меня уже перри заполнен перри перри заполнен каждая страница заполнена но это значит что все эти процессы не окончены у меня только редкие процессы здесь окончены сейчас не об этом я просто хотела сказать что для этого ростомера я начинала этих собачек сначала эти собачки начинались просто так а потом пришла идея этого ростомера и я начала думать я начала искать какие-то сочетания и вот придумала что к этой голубой к этим голубым карманом вот будет такой ростомер будет такая ткань выбирала цвет основы все такое но эти собачки у меня начались 3 вернее 5 марта 2018 года 5 марта это размер моих собачек я вышивала их нитями схс то есть основа это равномерка и нити схс который я покупала и то и другое на алиэкспресс так об этом тоже поговорим то есть как то так как то вот получается эти карманы то есть это будут карманы пока это еще не карманы все эти кусочки обрезанные этапу это все для карманов все это буду шить на машинке с помощью зигзага такого шва которым я обрабатывала основу в общем что и как будет все это я вам покажу когда уже все это будет посмотрите дальше у меня идут другие важные в моей в сашиной жизни события вот это первый сашин рисунок который случился 4 января 2020 года конечно прикольно саш тогда было год и два месяца и вот он что-то взял ручку и начал калякать калякать с моей с моей помощью потом сам то есть вот эти какие-то штрихи это с моей помощью а дальше сам 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 то есть это наш первый рисунок это бирочки которые нам дали в в госпитале вот эти волосики которые я положила вот в эту баночку вот посмотрите насколько они темнее сашиных волосиков сейчас то есть он был он родился темненький то есть если сейчас он у меня такой светло русый может быть даже блондин то он был у меня такой темно русый и это волосики которые срезал батюшка во время его крещения крестили мы его в два месяца в полтора месяца даже и во время крещения батюшка срезал и все это с воском с ладаном он читал молитвы и держал это в руках и вот эти волосики я потом взяла и сохранила это 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 здорово однозначно именно поэтому потому что это такие приятные воспоминания я все хочу сохранять также я вот помню свои впечатления мне наверное было тогда лет десять когда папа как-то показал что в его свадебном костюме который он всегда хранил в шкафу то есть он всегда там лежал он почти я не помню когда он его одевал мне кажется но мой выпускной еще свой свадебный костюм одевал в этом свадебном костюме в кармане он мне как-то показал бумажку в этой бумажке хранились мои волосы детские и волосы сестры и он это показывал и так задумчиво улыбался это было так трогательно это было так приятно мне как дочери было это безумно приятно увидеть что мой отец сохранил вот такие вот вещи то есть именно это важно и я думаю что я даже не знаю будет моему сыну это приятно или нет но я думаю я как мать я должна о таких вещах подумать этот поэтому растомер создавался не просто как как обычный растомер а как воспоминание о всем что важно в жизни моего сына для меня ну и для него вот это волосы с нашей первой стрижки конечно я не все сохранила сохранила только так у меня куплены такие пла пластиковые брелки мне кажется это что-то для брелков я когда-то покупала думала что это будут какие-то такие вот необычные игрушки потому что здесь пластик отходит и туда можно что-то поставить а потом этим пластиком так прищемить но мне кажется что может быть сейчас для кого-то это покажется что фу волосы но это волосы самого важного человека в моей жизни поэтому для меня это это дорого а всем кому неприятно чужие волосы пожалуйста и смотрите потом у меня тоже есть вот такой вот брелок посмотрите он так классно открывается так кстати вот он как открывается сюда можно что-то положить я пока не знаю что я положу но что-то я положу допустим сашин первый зуб или не один а много зубы волосы это все все важно только для родителей именно это я и сохраню но насчет зуба я еще не уверена я не знаю что сюда можно будет положить может быть первый окурок как наглядное воспоминание того что мы его ругали и в общем не знаю конечно будет видно но будет сохранять все 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 воспоминания будет сохранять есть еще вот такой вот брелок вот такой вот брелок то здесь по идее должна быть цепочка вот здесь вот я кстати думала что буду сохраню волосы с его первой стрижки но к сожалению почему-то так получилось что у меня это это стекло треснуло именно поэтому я не хочу здесь использовать так что и тут еще важно так здесь еще нам в больнице выдали специальные чернила для того чтобы сделать такой замер ножек и ручек что мы и сделали мне кажется мы делали это может быть в первую неделю может быть первые две недели жизни саши пусть его ручки классные маленькие ручки и классные маленькие ножки посмотрите какие ножки сколько складочек пытались пытались мы это сделать аккуратно как получилось но это это очень индивидуально поэтому как есть так но все остальное это нитки которые я использую для шитья ну и как вы уже поняли что во всех этих карманах то есть будет четыре кармана и они будут такие выпуклые карманы что-то здесь будет сверху с таким захлестом может быть тоже с теми какими-то брошками которые я допустим не не только в верху их буду использовать а также в карманах эти брошки буду использовать но не брошки булавки пыталась вспомнить это слово вот и там будет храниться я еще сохранила сашину первую соску у нас есть маленькая такая вот маленькая игрушка лягушонок очень очень сашей любимый этот лягушонок если он поместится в один из этих карманов он однозначно тоже тут будет находиться саша до сих пор с этим лягушонком спит хотя он уже вырос лягушонок у него помещаются его двух ручках но все равно нам этот лягушонок очень дорог зеленый классный лягушонок он кстати даже к этому растомеру подойдет потому что последняя часть то есть собачка меня вышиты следующим этапом я буду продолжать вышивать вот такие вот цифры такие вот параметры вплоть до верха своего растомера потом метрика будет в центре и еще разбросаны виде таких маленьких марок будут вышивая будет вышиваться вот такой вот сэмплер каждая машинка будет отдельная марка все это я буду вышивать на светло-зеленой канве вот такого вот качества то есть голубой светло-зеленый светло-бежевый на шоколадном таком темно-шоколадном цвете то есть эти марочки я буду уже в таком хаотичном порядке прикреплять по всему своему растомеру мой муж еще выступил с идеей что где-то в районе двух метров то есть в самом верху растомера можно уже вышить какой-то женский образ может быть даже какую-то что-то более откровенное но мне кажется в тематику этого растомера конечно это будет неуместно а в тематику взрослого мальчика который будет по два метра ростом наверное на той высоте это будет уместно но это еще под вопросом скорее всего конечно этого не случится но мало ли вот такая классная классная идея мне кажется я уже час об этом болтаю еще могла бы час болтать а мне вам надо еще показать другие свои пять пять процессов вернее четыре потому что о первом я в принципе вам уже рассказала кстати все такие вот параметры моего сына записаны на каких-то таких вот бумажках потом это выписка с на от нашего педиатра которая нам дала все вот эти рост вес все эти замеры здесь также вакцинация в общем все нам это пригодится для нашего похода к новому педиатру потому что мы переехали в калифорнию но храню я и здесь в этой коробочке с ростомером потому что все эти цифры мне нужны для этого ростомера конечно именно поэтому я сейчас взяла этот ростомер в работ долго его не брала потому что надо заканчивать надо вышивать хотя у меня сейчас идея такая что если я выше выше метрику я ее уже сюда при прикреплю и этот ростомер можно будет вешать я потихоньку буду продолжать вышивать вот такие вот цифры это все по мере вдохновения а так у меня на окончании этого ростомера я думаю как минимум лет 18 так что я никуда не спешу но все-таки хочется более актуально какие-то такие моменты уже начать вышивать а так по отшиву метрики мне кажется это уже достойно того чтобы висеть у нас на стене но пока сын у меня интересуется всем что висит конечно еще может быть у меня есть пару месяцев чтобы окончить эту метрику и повесить и наслаждаться и уже потом у нас будут такие наши семейные замеры когда саша будет вставать к стене мы будем делать засечку но не на стене а на этом висящем ростомере а дальше я уже буду с любовью вышивать вот эти цифры которые имеют значение только для нас кстати в прошу обратить внимание вот на что сочетание цветов ниточек с конвой как я вам уже сказала карман умел такие голубые метрика бежевая светло-бежевая это как раз вот такие вот ниточки голубые и также у меня мой вот такой вот сэмплер будет отшиваться на такого же качества основе вот такого вот цвета но она более светло зеленым здесь вот она более ярко но то основа более светло зеленая поэтому все вот продумано до мелочей с любовью все будет классно так что однозначно хочу вышивать знаете я еще вот что придумала каждую серию я вас буду уговаривать чтобы вы выбрали мне какой-то процесс на мой такой хороший отшив иногда я вас буду уговаривать что пожалуйста не выбирайте мне этот процесс я его так не хочу вышивать так не хочу то есть я буду уходить на всякие ухищрения чтобы вас склонить в какую-либо сторону но призываю вас меня не слушать а делать так как хочется вам если вы хотите выбрать мне совсем другой процесс не тот который я вас уговариваю пожалуйста выбирайте а иногда я вас не буду уговаривать и тогда вы сами просто выбирайте в общем этот ростомер я очень-очень хочу вышивать пожалуйста выберите мне его но именно этот ростомер у меня скорее всего склоняется к тому что особенно вот эта метрика я с трудом вышли две тысячи конечно пять тысяч если выше мне кажется я вышлю всю эту работу всю эту метрику но две тысячи сложно будет вышивать потому что у меня за два или три часа отшивается где-то 500 нет вернее за два часа у меня отшивается где-то 300 крестиков вот на этой конве вот с этими переплетениями с этим количеством переходов маленьких группах и все это по бумажной схеме в общем это конечно удовольствие счета потому что я уже очень привыкла вышивать по кростич саги здесь у меня кростич саги нету но так как работа маленькая даже не хочу заморачиваться чтобы перенабирать или просить кого-то мне кажется нормально вышлю так но опять же пожалуйста выберите мне этот процесс потому что я его очень-очень-очень хочу вышивать ну а так мы с вами переходим к моему второму процессу процесс у меня очень разнообразные поэтому у меня нету какой-то такой специфики в каком порядке я вам буду эти процессы показывать сейчас показываю второй процесс как с которым я вас хочу ознакомить многие из вас уже знают об этом процессе в моих начатышах давно я его вышиваю и это вот такой вот ангелочек мне безумно безумно нравится этот акварельный ангелочек по набору joy sunday который выглядит у меня уже вот так то такие обрезки до 14 каунт который надо вышивать в 2 в 2 вот таких иероглифа скорее всего это значит ниточки размер этой работы 42 на 34 сантиметра давным давным-давно был начат этот ангел вот сейчас надо долго долго искать когда он у меня был начат долго долго и вот я не знаю найду я или не найду я буквально только что его видела а когда мне надо его вам показать естественный я его не найду так но этот ангел у меня был значит кстати я же помню прекрасно когда он не был начат я тогда была беременна я ехала на интервью в калифорнию то есть вот в той ординатуре где я сейчас учусь я ехала на интервью на седьмом месяце беременности это ангелы новогодние игрушки и мы здесь по калифорнии с мужем очень хорошо так путешествовали потому что он на тот момент работал здесь в калифорнии а я училась в ординатуре в юстоне и вот мы его так вот жили с ним он тут я там приезжали к друг другу в гости он конечно чаще ко мне приезжал вот так что с этим конечно процессом у меня связано очень очень приятные воспоминания впечатления во первых меня взяли в эту аспирантуру я в ней сейчас учусь во вторых это конечно был бы был отлично такой отдых я была беременна и в общем сашенька и в общем здорово как вам рассказал эту историю и вот пожалуйста начало этого ангела 1 сентября 2018 года знаковым вот такой вот ангелочек здесь пока у мне только начало записано вот всем с вами поделилась так вот это превью я как раз таки вырезала с превью своего набора это так выглядит скринца схемы то есть это не отшив мы видим какая здесь акварельность вот посмотрите на это личико и здесь видно что это личико очень очень размытая вот так вот она выглядит посмотрите эти крестики вот так вот она выглядит но вот так она выглядит издалека сейчас наведу резкость вот так это выглядит издалека издалека как выглядит мне нравится сблизи конечно так не очень но издалека нормально и так как я влюбилась вот в саму эту идею это даже Знаете, я вышиваю не портрет ангелочка, а идею ангелочка на облачке. Естественно, это не какая-то такая многоцветка, которая будет висеть на самой главной стене в доме, а это просто такой процесс, от которого я получала колоссальное удовольствие, и с которым связаны самые приятные воспоминания в моей жизни на данный момент. По крайней мере, начало моих самых приятных воспоминаний. Так, ну а вот как выглядит у меня этот процесс на сегодняшний момент. Посмотрите, все записано в моем дневнике. Сейчас я вам показываю такой лист всех моих процессов, которые я хотела вышивать в 2020 году. Здесь первая страница, там еще вторая страница. Первый процесс растомер я вам показала, я вот отмечаю его цифры. Второй процесс я вам показываю, это ангел. На начало 2020 года у меня было вышито около 60%. Это такая приблизительная цифра, которую я сама так для себя записала. Этот процесс 185 на 150 крестиков, и всего 27.8 тысяч крестиков на этом процессе. Это полная зашивка, вышивается в две нити по конве с нанесенной схемой. Посмотрите, какой разброс здесь цветов. Конечно, это вышивать очень-очень сложно. Изначально, знаете, у меня буквально там, может, месяц назад, пару недель назад, у меня как-то руки опустились. Я так решила все, не хочу больше это вышивать. Мне вот это вот, вот это вот не нравится. Но, чем больше я об этом думаю, однозначно, я не смогу остановиться. Я обязана этот процесс довышивать. Я просто обязана это сделать, потому что, может быть, кто-то из вас смотрит на этот процесс и думает, Боже мой, это некрасивый сюжет. А я смотрю на этот процесс, и я вижу себя беременную, приехавшую сюда к мужу. У нас неделя отпуска. Мы поездили и в Сан-Диего, и здесь отдохнули. И ехали опять мимо секвой парка. И, в общем, это такие воспоминания, которые этот процесс просто заслуживает. Быть вышитым, и я не знаю, как насчет того, чтобы висеть на стене, но шикарная подушечка. Из него однозначно получится. Вот просто шикарный. Здесь еще, конечно, есть, что повышивать. Хочется вам тоже показать свои продвижения в этом году, так как я вам говорила, что сейчас буду делиться с вами вот прям всеми деталями, с чего все начиналось, как все вышивалось и какие у меня планы. Так, с чего начиналось, рассказала. Как все вышивалось. Вот. Январь 1400. Февраль 1500. О, вернее, 1500. Сейчас прям 150. Март 3500. Потом 1300. Потом 1700. 500. И все. Вот 500 буквально у меня в августе я ставила перед собой план. На какой-то неделе вышить 500. И правильно сделала, потому что оно все-таки 500 так существенно. Как вышивать, когда дошью, ничего не знаю. Все зависит от вас. Очень хочу. Вот мне кажется, если я вышью здесь 5000 крестиков, я однозначно уже почти его закончу. И на этом процессе однозначно я смогу вышить 5000 крестиков, потому что, опять же, это канвас нанесенной схемой. Конечно, такой разброс вышивать очень сложно, но я вам хочу показать, какие четкие значки и как хорошо их различать. Ничего не съехало. Это, конечно, радует. Потому что у меня есть набор Джош Санды, где есть такой небольшой съезд этих значков. Но это, конечно, кошмар. Особенно в таком, представляете, разбросе, если бы еще значки съехали, то это было бы мучение, а не вышивка. И так-то сложно вышивать. Конечно, вот эти края вышивались супер. Как интересно, легко. Как таковы полной зашивки здесь нигде нет. Здесь везде переходы, переходы, переходы. Так что вышивалась здорово, интересно. Но вот здесь уже, конечно, начинается. Вышишь пять крестиков, крепишься. Берешь другую ниточку, вышишь, крепишься. Прошу вас не пугаться. Показываю все, как есть. Вот прям вот так вот. Вот так вот у меня все это выглядит. То есть вот так вот совсем-совсем плохо. Изначально у меня, даже не изначально, у меня где-то в середине, особенно когда я вот это вот начала вышивать, у меня была идея все. Заправлю все ниточки и буду их прям вот сюда вот так вот крепить. Да не тут-то было. Вышила так три ниточки и сказала, не бывать этому никогда. Шивала одной иголочкой и буду продолжать одну иголочкой вышивать. Кстати, что эта иголочка тут делает, непонятно. Разберусь, когда опять к этому процессу разберу. Приступлю. Вот у меня, кстати, тут же есть иголочка. Вот она. Это тоже непонятно, почему она тут есть. Мне кажется, потому что у меня здесь еще не закрыты крестики. И чтобы я их не потеряла, я вот здесь вот припарковалась. В следующий раз надо будет опять начать вот с этого светло-фиолетового цвета. Вот почему. Вот такой вот процесс классный, хотя и джульсанты, и немногие такие процессы любят, а я их обожаю. Что касается моих наборов, если у меня есть набор, то это однозначно только джульсанты с нанесенной схемой на конво, ну или другой какой-нибудь процесс, производитель с нанесенной схемой на конво. Как таковых, никаких других наборов у меня нету. Все остальное я вышиваю по вдохновению, подбором, творю, вытворяю, создаю. Вот у меня какой-то такой рукодель отмечается. Вот наборы джульсанты я трепетно люблю. И эту любовь никто никогда у меня не изменит. Вот такие вот ниточки. Я их особо не разглаживаю, потому что из моего опыта, когда ниточки так висят, и чем больше их разглаживаешь, они тем больше махрятся. Все это вот так вот в процессе я вот так вот сворачиваю, вот так вот. Вот так вот выглядит изнанка. Я ничего не стесняюсь, вы меня прекрасно знаете. Как есть, так и есть. Насчет изнанки я не думаю. Насчет лицевой стороны стараюсь вышивать аккуратные крестики. Я все наборы джульсант вышиваю на руках. Вот так вот одной рукой в два прокола. Когда вышиваю, делаю обычно вот такой вот загиб и вышиваю. И конва здесь жесткая, но вернее она какая-то такая прочная, но не жесткая. Вот для меня вот эта конва, ну хотя нет, конечно она жесткая, но она такая вот прочная, она не такая какая-то тряпочная. Она вот прям на мой вкус, это самая лучшая конва. Я с вами как-то делилась, что заказав конву Аиду Свайгард для своих сэмплеров, которые я сейчас вышиваю от Long Dog, там реально сложно укладывать аккуратные крестики, там надо еще приноровиться. Здесь совершенно не надо ничего для этого делать. Крестики однозначно намного аккуратнее получается, даже вышивая на руках. Кстати, когда я заканчиваю работу, я обычно вот так вот начинаю с ней работать. И каждой из своей крестики вот так вот выравниваю, вытягиваю, вытягиваю. Ничего с моей работой не будет, но мне кажется, все какие-то неаккуратные крестики, они однозначно встанут на место. А потом еще и после стирки иглашки однозначно все это будет здорово. Представьте, если вы что-то такое сделаете с вышивкой, которую вы вышили на вот этих морлевочных равномерочках или льнах, мне кажется, будет конец. Но для такой Аиды это не конец. Вот такой вот второй процесс. Поехали дальше. Третий мой очень-очень любимый процесс, который я тоже очень хочу, чтобы вы выбрали. Прямо безумно хочу, чтобы вы его выбрали. Если вы его не выберете, я его однозначно буду вышивать, потому что время пришло. Это мой сэмплер от компании Жан Лин, который называется Autumn или Осень. Здесь в центре будет отшиваться такая надпись Autumn. Вот это самый низ этого сэмплера, а вот это вот здесь вот заканчивается уже сэмплер. То есть, хотя нет, вот здесь вот где-то он заканчивается, потому что смотрите, я оставила такие большие поля с каждой стороны для оформления. Потому что мне очень нравится, как смотрится именно сама основа, особенно если это красивая основа, вместо паспорту. Это должно красиво, интересно смотреться, поэтому вот я оставляю, особенно вот если это равномерка, однозначно оставляю большие края. Даже если я буду оформлять паспорту, ничего страшного, пусть у меня будут вот такие вот запасы. Вот столько у меня вышито. На начало 2020 года, вот посмотрите, я здесь уже записала, поставила цифру 3, это мой третий процесс, который я вам показываю. Всего в этом сэмплере, этот сэмплер размером 168 на 224 крестика, в нем 31 тысяча. Но здесь не полная зашивка, поэтому, естественно, здесь не 31 тысяча, а нет, здесь 31 тысяча, потому что эту цифру, так как я вышиваю по своей кростич саге, то есть это цифра, которую мне выдала моя кростич сага. Сэмплер, конечно, большой для меня, потому что вышивается работа не очень легко, это со всеми этими тремя четвертями креста, полукрестами и бэкстичем. Бэкстича здесь очень много, но вышивается классно эта работа, она так интересно вышивается, так здорово. Так что, да, здесь 31 тысяча крестиков, размер этой работы 32 на 30, хотя нет, это 32 на 31 каунт конвы, потому что вот эта вот равномерка, которую я купила на Алиэкспресс, у меня есть видео о тех равномерках, которые я покупала на Алиэкспресс. Это очень такой интересный выбор основы, мне очень нравится экспериментировать, и мне безумно нравится, как получается. Вот так вот выглядит изнаночная сторона этой конвы. Если вы видите, здесь такой плотный флизелин, который не отсоединяется, и здесь у меня вот так вот вышивается, потому что сама эта конва, она очень такая тоненькая. Вышивать просто так, на такой основе, для меня было бы просто мучением. Но из-за того, что там есть флизелин, очень удобно крепиться, вышивать, закрепляться, постоянно менять ниточку. Так что суперский процесс. Начала этот процесс. Вот я не знаю, опять мне придется долго искать, когда я начала, надо было заранее готовиться. Но скажу вам так, начала я этот процесс во время СП, который создала Юлия Лишенко, СП Хэллоуин. И в этом ажиотаже я поняла, что давно хотела я начать этот процесс. И это СП Хэллоуин меня как раз таки сподвигло на начало этого процесса. Начинала посреди ночи. Реально посреди ночи. И вот в таком ажиотаже, что все срочно не могу, надо собирать, надо начинать. У меня есть отдельная видео по тому, как я начинала, как я выбирала, что эти все материалы для этого процесса. Да, ну в общем это было в прошлом году. Не смогла я найти дату в своем дневничке. Соответственно, вот столько у меня вышилось, получается, с осени прошлого года. Всего на этом процессе, на начало 2020 года, было вышито 6% или 2000 крестиков. Но я еще вышивала в январе. Вот этот осенний сэмплер мне почему-то вдруг захотелось вышивать в январе. Потом вышивала в апреле. Тоже у меня такое вдохновение появилось. И еще в мае тоже совсем чуть-чуть его повышивала. И все. Мне кажется, время пришло, так что выбирайте его мне. Буду его вышивать. Однозначно надо, надо, надо. Не планирую его закончить, потому что по тем количествам процессов, которые вы увидите, это будет сниматься, наверное, до конца этого года. Потому что если по 5 процессов я вам буду показывать, а потом вы мне будете их выбирать, а я потом еще вышивать и снимать следующую серию. В общем, все это у нас растянется надолго. Но мы с вами получаем от этого удовольствие. А я особенно с вашей помощью и сама по себе. В общем, даже если вы ничего не выберете, я сама что-нибудь выберу. Буду вышивать и вам показывать. Но я очень надеюсь на ваше сотрудничество. Вот такой вот классный процесс. Мне очень нравится, как смотрится. Вышиваю я тут ниточками СХС. Ниточки я подбирала по цветам DMC, которые мне предоставила Кростич Сага. Это не набор. То есть это схема, которую я нашла в интернете. На сайте схемок.нет. Схемок.нет. И вот так вот это классно-классно смотрится. Хэллоуин. В принципе, этот Хэллоуин я уже вышила. Следующим этапом здесь, то, что я вышиваю сейчас направо, здесь должна вышиваться школа. То есть карандаши, тетрадки. Все, что связано со школой. И сейчас у нас какое сентября? Мне кажется, четвертое сегодня сентября. А нет, пятое сентября уже. То есть это как нельзя актуально начать вышивать вот эту часть сэмплером. Так что выбирайте. Выбирайте, выбирайте. Сложный у вас выбор, потому что я хочу вышивать каждый из этих процессов. Не могу выбрать, не могу остановиться. Поэтому как я могу быть однопроцессницей? Кто-нибудь, напишите мне в комментариях, как это возможно мне с такими шикарными, процессами разнообразными, стать однопроцессницей? Невозможно. Именно поэтому мы с вами сейчас будем смотреть мой четвертый процесс. И процесс, который заслуживает четвертого места, в этом видео, это карты. Это тоже набор Joy Sunday. Вот так вот в итоге будет выглядеть этот процесс. Классное сочетание цветов. Мне кажется, это даже вот так должно вышиваться. Хотя какая разница? Мне кажется, это совершенно не важно. Два карпа. Очень мне нравится сочетание оранжевого, кораллового и светло-зеленых оттенков. Посмотрите, здесь еще такие бирюзовые оттенки. Обожаю эти цвета. У меня здесь подписано, что этот процесс на 14-м каунте, 47 на 47 сантиметров. Иногда я даже подписываю, не иногда, почти всегда подписываю, количество стежков и еще что-то я тут подписывала. А, мне кажется, и общее количество стежков. То есть, сколько крестиков на сколько крестиков и того, сколько стежков. Но здесь я не заполнила. Может быть, сейчас вместе с вами и заполним эти цифры. То есть, вот такой вот набор Joy Sunday. И так он у меня и хранится, когда я его вышиваю. С одной стороны ниточки, разделенные схемой с моим премьем. Это 11-й каунт. Если вы видите 11-й каунт, три и какой-то иероглиф. Три ниточки. Я это так считаю. Написано, что это красные карты. Вот так вот выглядит моя схема. Вернее, схема, нанесенная на канву. Цвета вырви глаз, но они очень легко читаемы. Нигде нет никакого смещения. И вот мы видим, что здесь 165 крестиков на 165. То есть, это такой хороший квадрат. И сейчас эту информацию я тут запишу. 165 на 165. Еще у меня этот процесс также записан. Карпы, Joy Sunday. А ничего у меня тут не записано. Я записываю 165 на 165. Как раз будет время подвести какие-то такие свои хвосты. Здесь у меня 47 на 47 сантиметров. То есть, такая классная подушка получится. Не особо маленькая. Так, 47 на 47 сантиметров. На начало этого года был вышед 0%. Но, на самом деле, я буквально прошлой осенью, не знаю, что на меня напало. Я вот достала все наборы Joy Sunday, которые очень хочу вышивать. И начала там буквально по 100-300 крестиков. Вот. Их очень большое количество. Еще на другой стороне они продолжаются. Потому что я решила, все равно буду вышивать. Поиграюсь, наиграюсь. Я, кстати, даже не показывала это на канале. Но это случилось. Прошлой осенью. В этом году, кстати, я вам давайте сразу и покажу статистику этого года по этому процессу карпы. Я вышивала в мае и в июне. В июне у меня так хорошо повышивалось. То есть, один из рекам крестиком в три нити вышиваю. Беру один цвет. Допустим, вот такой темно-коричневый я уже вышила. Сейчас вышиваю вот такой цвет. Я совершенно без понятия, что это за оттенок. Буду разбираться, когда придет время отшивать. Да, обычно я так вот иголочку беру и втыкаю ее в тот цвет, которому принадлежит эта ниточка. Но почему-то сейчас я этого не сделала. Поэтому, да, надо будет потратить время и разобраться, к какому цвету принадлежат эти ниточки. Но у меня в любом случае, когда я беру какой-то цвет со своих ниточков, ниточек с органайзеров, я обычно как минимум оставляю там одну пасму, а другие цвета беру, ложу вот так вот в канву, эту канву сворачиваю и так ее... Обычно у меня эти процессы являются такими моими дорожными процессами. я их беру в машину, быстро могу положить в сумочку, если мы куда-то поедем, и я вдруг принимаю решение, что сейчас хочу вышивать этот процесс в то время, пока мы будем куда-то ехать. То есть у меня этот процесс так на низком взлете. То есть если мне надо его вышивать, я его легко могу взять. Посмотрите, дошиваю ниточки, иногда даже так как вышиваю в машине, иногда даже не обрезаю. Ну, естественно, придет время, надо будет как-нибудь сесть и все эти хвостики подрезать. Вот такой вот классный процесс. Может быть кому-то понравится именно такой процесс, и вы мне его выберете, потому что карпы, насколько я знаю, вышиваются на здоровье. Если... Спасибо. Когда говорю на здоровье, сразу такое ощущение, как будто кто-то перед этим чихнул. В общем, карпы вышиваются на здоровье. Да. И здоровье сейчас во время пандемии всем нужно. Кстати, если карпы вышиваются не только на здоровье, а на что-то еще, то, пожалуйста, тоже напишите, поделитесь. и и заключительный процесс на первую серию у нас будет мой хардангер. Мой любимый, любимый хардангер, от которого сейчас я получаю просто колоссальное удовольствие. Этот процесс я начала в этом году с легкой руки Кристины Ивченко. у нее, как многие, естественно, по крайней мере, надеюсь, что знают, у нее есть свой канал, и она вышивает шикарные работы, многоцветки и по схемам дизайнеров, и также она увлекается хардангером. И она так здорово об этом всегда рассказывает, о любых процессах она здорово рассказывает, очень позитивная, красивая девушка. Мне безумно нравится смотреть ее канал. Я вот прям вот как только выходит видео, однозначно всегда смотрю. Ну и она меня заразила этим процессом. Она начала и всех пригласила участвовать, потому что это бесплатная схема от Момен. Я пыталась как-то, может быть, у меня не было такого большого запала, чтобы найти официальную классную схему дизайнера. Когда я как-то попыталась пойти на веб-сайт, как раз таки Момен, посмотрела, почитала, поняла, что здесь все не на шинском написано и даже не на английском и поняла, что я вот по таким описаниям не смогу, не смогу вышивать. Может быть, на тот момент мне ничего не понравилось, но когда Кристина начала об этом рассказывать и говорила, что мы будем отшивать вместе, она будет показывать какие-то элементы, и это случилось в тот момент, когда я продолжала думать о том, что мне надо найти классную схему хардангера. У меня в мыслях, что когда-нибудь в своих сэмплерах, которые я сама для себя придумываю, я хочу какие-то элементы оформлять с помощью хардангера. Но так как я не знаю, не обладаю особым таким знанием всяких разновидностей стежков хардангера, поэтому естественно мне хотелось начать с того, что уже создано, что уже существует, с описания этих классных стежков или классных элементов. Поэтому все это случилось в тот момент, когда я была готова, начать шикарный хардангер по классной схеме. То есть вот так вот эта бесплатная схема, вот так она будет выглядеть в итоге. Вот так вот. Последние три страницы я распечатала и склеила. И здесь я делаю какие-то пометки. Вышивается очень легко. В принципе можно даже вышивать по самим этим рисункам. То есть когда уже начинаешь, уже понимаешь, что? Ага, делаю этот этап, перехожу на следующий, делаю следующий этап, перехожу на следующий. И уже как-то так по накатанной уже не остановишься и начинаешь как-то делать, делать, делать и все начинает получаться. Какие-то самые важные такие моменты на все здесь указывается. Откуда начать, где закончить. То есть это здорово. Допустим, на этот элемент обратите внимание, как его вышивать не вот такими треугольниками, а именно таким ромбом. То есть все, все такие моменты, на которые нужно обратить внимание, очень просто показаны на этой схеме, на этих рисунках. Вот. Так что естественно, я с удовольствием начала, вышивая вместе с Кристиной, показывая вам уже, наверное, свои продвижения. Если вы узнали, в начале этого видео я показывала показывала эту канву, на которой опять же я решила вышивать хардангер. Только в данном случае я уже убрала с изнаночной стороны флизелин. Вот так вот выглядит моя изнанка. К сожалению, здесь флизелин остался. Вот здесь вот такие небольшие участки. Здесь я уже в центре все убрала, так что его здесь не видно. но я так думаю, что даже отсюда его можно будет выковырить. И я этим займусь потом, когда уже моя салфетка будет отшита. На данном этапе я, наверное, уже давно не показывала. Посмотрите, я начала заниматься тем, что я разрезаю эти ниточки. Это самое шикарное, что вообще происходит в хардангере или вообще в вышивке. когда ты берешь ножницы и просто режешь, 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 оно ничего не тянется, совершенно, совершенно ничего не разваливается, не уходит, ничего. Когда мой муж увидел вот это вот, и он долго разглядывал, то есть он очень нейтрально относится к моему рукоделию, то есть у него особого такого визга нету, но он всегда интересуется. У меня есть виск, у него нету, но он все равно всегда с любопытством рассматривает, может даже со мной что-то обсудить. И когда он увидел то, что это все разрезано, и это ничего не распускается, он был так удивлен, потому что он такой, а точно? А точно это не распустится? ну ничего себе! То есть вот в этот раз, когда он разглядывал вот эту салфетку, я от него услышала реальное какое-то такое вдохновение по поводу моей вышивки со словами ну ничего себе, обалдеть! То есть я просто нашла какое-то такое соучастие тому, что происходит в моей вышивальной жизни. То есть это реально смотрится классно. Посмотрите, как это классно смотрится. Супер! Так, вот эту ниточку надо поддеть, поправить. Здесь конечно будут зашиваться кружевные элементы. По этой схеме за вот этим рядом должны были начинаться вот эти кружева. Но так как у меня остается достаточно такой хороший запас и я однозначно эту салфетку буду использовать в своем доме. Потому что у нас всегда там допустим ваза с фруктами или чайник заварник что-то стоит на разного вида таких салфетках или каких-то подстилочках для кухни. Поэтому эту вышивку я делаю однозначно для того, чтобы ее использовать для кухни. Ткань синтетическая, поэтому это очень практично это акрил который вот такой вот то есть это акрил для вязания крючком посмотрите какие классные переходы и вот такое вот сочетание одинаковое качество этих ниточек и это эту ниточку так как это мои самые любимые цвета вообще которые существуют бирюзовые разного оттенки мне очень нравится это сочетание перехода белого в такой цеплячий светло-серый я могу даже так описать темный светло-бирюзовый и бежевый вот этот бежевый такого же оттенка как бежевая ниточка тут так сохраним иголочку и такого же оттенка как вот эта канва хотя эта канва немного светлее вот этой ниточки то есть есть небольшой такой контраст который сейчас скорее всего при искусственном освещении не видно но вот этот небольшой небольшой контраст есть но именно это в хардангере важно чтобы иногда даже вообще контраста не было тоже красиво смотрятся эти салфетки белые на белом видна только эта кружавчатость выпуклость вот эта объемность этого типа вышивки ну иногда можно реально поиграться так с цветом в общем кто во что гораст я конечно наверное так немного преувеличила вот эту контрастность этих ниточек но зато эти ниточки которые с переходами они у меня будут выполнять какую-то часть элементов ну а большую часть элементов я все-таки буду вышивать вот такими ниточками в цвет конвы чтобы была просто объемность и выпуклость и рельефность этого рисунка но и небольшие такие оттенки достаточно яркой ниточкой мне очень нравится как смотрится вот этот шов посмотрите какой он классный он такой так интересно он вышивался так легко я кстати весь хардангер вышиваю на руках не на пяльцах начинала как-то тоже пробовала по крайней мере кюснапами вышивать но не пошло у меня не получилось мне не понравилось и этот процесс сейчас на данный момент один из основных моих дорожных процессов вот завтра едем кататься на несколько часов едем кататься я беру этот хардангер посмотрите я его беру вот так вот беру здесь все разрезано а оно ничего не разрезается вот так посмотрите как с изнаночной стороны выглядит вот этот классный шов вам видно надеюсь что видно он реально смотрится очень очень аккуратно таким каким-то небольшим зигзагом классные такие переходы я пыталась затягивать но не очень за счет того что этот шов немного затягиваешь получается вот эта рельефность на лицевой стороне вот такая лицевая сторона такая изнаночная сторона все это с посылом и с объяснения Кристины Кристины на ее канале она тоже вышивает эту салфетку и снимает такие короткие видео длинные видео из чего начинать и с чем заканчивать и на что обратить внимание все это безумно интересно смотреть слушать я я опять постараюсь однозначно мне надо сделать ссылочку оставить ссылочку на ее видео и на ее канал где она рассказывает об этом хардангере потому что любому желающему можно эту схему взять начать в любой момент даже когда мы закончим отшивать эту салфетку на долгие долгие года эти видео будут в сети и всегда можно эту салфетку она в бесплатном доступе эта схема особенно с помощью видео Кристины Ивченко однозначно для новичков я однозначно рекомендую потому что я новичок я получаю гигантское удовольствие от этого процесса получается классно вышивается легко потому что вместе и с такими короткими видео уроками так что опыт просто какой-то бесценный очень интересный в общем все супер все супер всем рекомендую даже если вы не выберете эту салфетку я вам могу сразу сказать ее не вот ее не выбирайте потому что я ее по-любому буду вышивать по-любому я ее поставлю естественно в список потому что на ютюбе можно выставить такое голосование именно на 5 пунктов максимум именно поэтому я выбираю каждый раз вам буду показывать по 5 процессов но с учетом того что это видео больше чем на час и так намного больше поэтому 5 процессов это максимум что я бы хотела как бы посвящать в каждом видео моего многосерийного сериала для меня это комфортно снимать я достаточно долго сейчас это снимаю но опять же на таком энтузиазме сложно становиться так что все 5 процессов мои первые 5 процессов которые я вам показываю когда-то они были начаты этот процесс был начат я вот вам помогу показать в моем дневнике так как этот процесс который я начала в 2020 году видите у меня здесь есть такой список это новые процессы 2020 года и мой хардангер так в своем хардангере получается первый раз я стежки сделала в августе получается первый раз в августе мне кажется почти с 1 августа я этот процесс начала вышивать этот дневник для меня сейчас бесценен потому что такая статистика мне очень нужна очень важна и вот я ухожу на август и могу сейчас посмотреть вот это 10 августа 3 августа 1 августа 1 августа начало вот на этой неделе на этой неделе я начала сэмплер пандемик ух ты а я даже тут не списала я же совсем тут не записала а нет все записала почему-то я не отметила что получается в июле а в июле я не отметила потому что итоги июля я вот здесь вот по своему дневнику еще не подводила но этот процесс я получается начала в июле и вот здесь вот с края в верху я всегда пишу если я какой-то процесс на этой неделе начала хардангер был начат на этой неделе и хардангер был начат у меня в пятницу 25 вернее в субботу 25 июля все записано я здесь отмечала по часам сколько часов потратила если вы видите хардангер у меня всегда вышивается только на выходных хотя нет вот один раз было в течение недели в принципе это очень такой удобный процесс если я совсем не в кондиции после работы он очень легко вышивается можно так свернуться в кубочек на диванчике и уютно и удобно повышевать так все мой последний процесс большое вам спасибо в комментариях пожалуйста пишите как вам такая задумка с многосерийным сериалом первая серия стартанула дальше будет еще интересней ну и последнее включение меня озарило три дня спустя я еще не смонтировала свое видео поэтому решила что в каждую из своих серий буду делать такой итог всех своих оставшихся на этих процессах крестиков те процессы которые я вам показала в этом видео в моем то есть я прям так и буду записывать пять процессов я вам уже показала сэмплера в этой последовательности ростомер у меня получается я немного съехала вот между ростомером и ангелом ростомер мне там надо вышить машинки которые я вам показала сэмплер с машинками которые в виде марок будет вышиваться на этом сэмплере надо вышить 17000 крестиков но я уже одну машинку отшивала и вокруг каждой машинки я вышиваю такой орнамент а потом отшиваю тоже такой самый простой орнамент который превращает каждую машинку в марку и все это как минимум удваивает мои крестики и даже то есть в зависимости от того орнамента который я придумываю мне орнамент очень нравится отшивать то есть я думаю это как минимум более чем в два раза по количеству крестиков эта работа будет то есть получается я считаю что именно для своих подсчетов то есть это не 17 и не 34 даже тысячи крестиков а 40 опять же это все очень так субъективно на мой счет потому что я многое дошиваю допридумываю и моя такая средняя скорость в день это 500 крестиков и на эти 500 крестиков я обычно трачу около двух часов то есть если вот сидеть не отвлекаться это около двух часов особенно с помощью кростич саги если допустим по наборам джойсанды то обычно и быстрее но зато есть процессы которые вот я сейчас вышиваю там растомер это по бумаге соответственно это у меня дольше намного процесс я там 100-150 крестиков в лучшем случае за час вышиваю но я так думаю все это в итоге сбалансируется и поэтому по этому поводу я особо не заморачиваюсь у меня это такой подсчет чисто такой номинальный чтобы иметь общее представление потом по своему растомеру я тоже посчитала что по количеству крестиков у меня там получилось 200 на кажется 140 но так как это не полная зашивка и так чисто номинально я думаю что всего одна треть процесса зашивается 3000 крестиков я уже отшила соответственно 9000 крестиков там должно быть это как одна треть если бы это была полная зашивка соответственно так как я 3000 отшила я пишу что мне всего осталось вышивать 6000 на растомере потому что он у меня все-таки уже начат и я считаю что в день я вышиваю 500 крестиков соответственно 40 тысяч мне превращаются в 80 дней 6000 превращаются в 12 дней на оформление всего этого процесса я даю себе 10 дней мне там очень много надо надо шить на машинке мне надо будут шить карманы потом я на самом на самой базе на которой в принципе все будет пришиваться и в виде аппликации карманов я там тоже вышиваю вышиваю цифры даты то есть именно информацию по самому растомеру и мне кажется в итоге когда я уже все закончу все вышью где-то через 18 лет когда растомер будет закончен я все-таки все это помещу то есть пришью на какую-нибудь то есть сделаю обратную сторону а изначально я не буду обратную сторону растомера делать потому что по ходу каждый год я буду делать замеры и продолжать вышивать даты и цифры то есть такая идея получается 80 дней 12 дней плюс 10 дней и какую-то часть я уже вышила то есть я вышила самих собачек и какую-то часть уже надписи начала вышивать то есть в принципе этот процесс уже в работе по второму процессу ангел там я так считаю что мне осталась тоже одна треть работы и по тому количеству крестиков которые там полная зашивка я себе так представляю что это 8000 всего крестиков мне осталось то есть мне кажется все-таки там больше чем 5000 и это опять же приблизительная цифра потому что я вышиваю не по не по кростич саги а по схеме нанесенной на канву то есть 8000 это 16 дней второй процесс здесь вообще легко было подсчитывать потому что джанлин осень он у меня отшивается по кростич саге и кростич сага мне говорит что на сегодняшний момент мне остается чтобы завершить эту работу 35.5 35.5 тысяч крестиков сейчас отшито чуть меньше 6000 то есть 51 день 3 4 процесс это карпы по карпам у меня получается опять же в пересчете здесь вот допустим по карпам 165 на 165 крестиков и того должно быть 27.2 2000 это полная зашивка но у меня отшито 2.5 это опять же так как карпы уже усиленная начала вышивать только в этом году то есть вот по этим цифрам я их вычла и осталось у меня 24.7 тысяч крестиков и того 50 дней хардангер на данный момент я уже вышила 28 часов я потратила вышивальный день то есть 500 крестиках для меня это 2 часа то есть в этом же ключе я подсчитываю если 56 часов я так думаю что все-таки я отшила одну треть и то это с учетом того что я буду дошивать салфетку которая по схеме на это у меня и там такой хороший участок у меня будет дошиваться и я все-таки хочу выдумывать элементы скорее всего надо будет распарывать и все такое опять же я так думаю что я отшила одну треть две трети мне еще осталось соответственно две трети это 56 часов это где-то 28 дней если сложить все эти дни только эти пять процессов чтобы завершить мне нужно 201 день вот такая вот шикарная цифра 201 день если честно у меня эта цифра вызывает какой-то я не знаю щенячий восторг я должна так сказать я не знаю почему но мне это очень-очень нравится наверное потому что мне кажется 201 день я еще буду наслаждаться всеми этими процессами это из той же серии наполовину наполненный стакан это как каждый сам для себя видит кто-то видит что это стакан пуст наполовину а кто-то видит что стакан наполовину полон я по жизни просто оптимист каких еще поискать поэтому мне безумно нравится эта цифра это пока 201 день чтобы завершить только эти 5 процессов ну а мои следующие цифры вы узнаете в следующей второй серии моих моего сериала напоминаю что проголосовать можно во вкладке сообщества я там устрою голосование по этим 5 процессам либо проголосовать можно в комментариях а в своей следующей серии а также в своих вышивальных буднях я вам буду показывать результаты вашего голосования и результаты моих продвижений в том процессе который вы мне выберете я обязуюсь вышить минимум 2000 крестиков или полукрестиков но могу пообещать что я буду стремиться к цифре 5000 мне очень любопытно какой процесс вы захотите чтобы я продвинула ну а мы с вами увидимся в следующей серии моего сериала под названием «Мои начатоши» вся наша вышивальная жизнь игра «Мои» 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 «Мои»» «Мои»